всем привет на связи Денис и сегодня у нас рубрика ответы на вопросы подписчиков Сергей Егоров спрашивает привет подскажи пожалуйста как можно сделать вот это во фрукте и присылает ссылку на такое вот видео эффект прерывающегося сэмпла слегка рандомного как сделать в FL Studio давайте сразу покажу как оно звучит все это можно сделать встроенными средствами и довольно просто давайте покажу с самого начала так удаляю все что для этого нам необходимо и начинаем сначала добавляем сэмплер в него перетаскиваем какой-то сэмпл очень хорошо это работать с вокальными сэмплами но у меня здесь пианино теперь нам нужен фрукте пик контроллер который можно повесить на любой канал фрукте пик контроллер здесь у нас есть секция LFO который есть генератор случайных чисел вот повышаем ручку wall чтобы увеличить амплитуду этих колебаний вот форма колебаний у нас выбрана рандомная и с помощью ручки speed можно увеличить частоту этих колебаний вот генерируются случайные значения теперь к этому управляющему сигналу можно привязать ручку start offset это точка с которой начинается наш сэмпл то есть при каждом воспроизведении ноты проигрывание будет начинаться с рандомного места как выполнить эту привязку нажимаем правой кнопкой по ручке выбираем link to controller и вот здесь вот списке выбираем пик контроллер LFO нажимаем accept и все у нас теперь при каждом новом нажатии ноты сэмпл будет начинаться со случайной позиции теперь открываем piano roll для этого сэмплера и рисуем длинную ноту теперь комбинации alt u нарежу вот можно было нажать control u и тогда бы у нас просто нота нарезалась а с помощью alt u у нас такая продвинутая нарезка где мы можем выбрать частоту этой нарезки и и теперь я все это выделяю и удерживая alt делаю короче чтобы не слышать щелчков в начале каждой ноты можно в сэмплере открыть огибающую включить ее и здесь нас интересуют фазы атака и decay все остальные ручки sustain и hold можно опустить в ноль и еще здесь есть параметр release это скорость затухания после того как нота была отпущена иногда он может понадобиться если щелчки возникают в конце после отпускания ноты совершенно такое незначительное значение должно быть то есть если ноль щелчки в начале слышны если мы чуть-чуть его отклоняем то щелчков уже нет что еще можно делать можно настраивать здесь фазу можно смещать что больше их появлялось в нижней части или больше появлялась в верхней части то есть мы как бы смещаем акцент в принципе все этого достаточно можно конечно еще усложнять эту схему и добавлять сюда еще одно его которая будет управлять скоростью изменений это его но это все уже не обязательно напоследок в качестве бонуса покажу как можно вернуть обратно эту ноту конечно можно все стереть и просто ее продлить до конца а можно нажать control l чтобы дотянуть ноты друг до друга control g чтобы склеить их и вот у нас обратно длинная нота ну и control q чтобы дотянуть ее до целого такта и давайте попробуем какой-нибудь другой сэмпл напоследок сюда запихнуть что-то более вокальное может быть и еще раз разрезать все с помощью alt u так и сделаем чуть покороче таким образом можно генерировать самые различные ритмические эффекты на этом все ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны а также поделитесь видео с друзьями наверное она кому нибудь еще может пригодиться пока до встречи в новых видео